Очень хочется сегодня с вами поговорить про Новороссийск. Я на набережной. Смотрите, какая красота, какое море. Происходит рост интереса к Новороссийску. А с чем это может быть связано, как вы думаете, ребята? А это в основном связано с приморским расположением города, который хотя и не является таким классическим курортом, как Сочи, однако тоже очень привлекателен для жизни. Здесь высокая экономическая активность. И город входит в тройку крупнейших населенных пунктов Краснодарского края. Здесь много крупных производств, а также увеличивается количество представительств российского бизнеса. И вот давайте поговорим немножко про стоимость квадратного метра, какая сейчас в новостройках Новороссийска. В 2022 году, в первом полугодии, стоимость квадратного метра в среднем составляла 139 тысяч за квадратный метр. Уже в январе 2023 года она составила 129 с половиной тысяч рублей. А в классе стандарт цена держится на уровне до 121 тысячи рублей. И рост начала года составил уже порядка 7%. А в комфорт-классе это порядка 10% и достигла она уже 143 тысяч рублей. Ребята, основной популярностью в курорте остаются сейчас однокомнатные квартиры и студии с панорамным остекленением, а также квартиры с видом на море и горы. Также на решение о покупке недвижимости влияет внутренняя инфраструктура. Если в жилом комплексе есть бассейн, подземный паркинг. И чаще всего в Новороссийске и других городах Краснодарского края покупают люди из Ханты-Мансийского округа, из Республик Татарстан, Башкортостан, Тюменская, Челябинская область, а также сами жители Краснодарского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга. И средний возраст людей, которые хотят жить на Черноморском побережье, в частности в Новороссийске, это люди от 30 до 50 лет. Как вам такая информация? Напишите, пожалуйста, мнение в комментариях. Вообще, когда-нибудь вам хотелось бы жить в Новороссийске? Как вам природа? Как люди? Делитесь своим мнением в комментариях. Ребят, если раньше практически все внимание было приковано к ключевым курортам-зонам, то сегодня перенаселенность некоторых пляжей заставляет присматриваться к окраинам-курортам, удаленным от туристического шума. Транспортный коллапс, также много людей на пляжах, также кому-то кажется, что море стало более грязным. Все это приводит к тому, что часть людей будет все-таки выбирать окраин городов. Окраины, допустим, Сочи, ближе уже к Топсе, а кто-то хочет выбрать Геленджик. А есть люди, которым очень нравится Новороссийск. И застройщики готовы создавать локации с хорошим качественным сервисом, инфраструктурой. И давайте немножечко с вами поговорим все-таки, почему остается популярна именно курортная недвижимость. Давайте вспомним политическую ситуацию и вспомним, что сейчас существенно сократился список стран, доступных для отдыха. И в этой ситуации курортная недвижимость, она беспроигрышный вариант для инвестиций, ребят. И все-таки сохраняется турпоток на Черноморском побережье. И из-за санкций и ограничений все больше и больше людей хочет отдыхать на побережьях Краснодарского края, в частности в Новороссийске. И стоимость на курортные объекты недвижимости будет расти за счет увеличивающей спроса со стороны людей, приезжающих на отдых. И доход от аренды курортной недвижимости соответственно также будет расти. И это хорошая новость. И все эти возможности привлекают на побережье инвесторов. И регион занимает одно из лидирующих положений в рейтинге, как по показательству качества жизни, так и по возможностям для развития бизнеса. Поэтому сюда стремятся переехать люди со всей России. И, ребята, смотрите, если сравнивать стоимость квадратного метра, которая сейчас в новостройках Сочи, например, то по итогам первого полугодия 2023 года средняя стоимость квадратного метра в городе Сочи 466 тысяч рублей. А вот в Анапе уже цены поинтереснее. Это 147 тысяч за квадратный метр. А в Новороссийске 139 тысяч за квадратный метр. Вот такие хорошие новости. Подробнее расскажу про курортную недвижимость на мастер-классе. Ссылку оставляю под видео. Проходите, регистрируйтесь. Жду вас вечером. До встречи.